Играет музыка Погнали! Производственная жизнь ИРДЖИ в апреле оказалась богатой на события. На казахстанском электролизном заводе выпустили юбилейную трехмиллионную тонну первичного алюминия. За этой цифрой колоссальная работа всех сотрудников предприятия. Респект Металлурге! Важное производственное событие и на Донском ГОКе. На глубине около 900 метров выполнена сбойка двух горных выработок шахты имени Десятилетия Независимости Казахстана. Строительство второй очереди шахты и стратегический проект Косрома. От него зависит бесперебойная работа ферросплавных заводов компании в долгосрочной перспективе. Объем инвестиций только в этот этап работы превысил 18 миллиардов тенге. Блин, я не видел 18 миллиардов тенге. Зато один доллар видел. Это он! Какой красивый! Много шляпы с ними! Это же целый доллар! Сразу на двух филиалах Косрома смена руководства. Для тех, кто еще не в курсе, директором Донского ГОКа назначен Азамат Бектыбаев. На посту директора Донского ГОКа он сменил Виктора Тиля, который отработал более 40 лет на кабинете и вышел на заслуженный отдых. Директором аксусского завода ферросплавов назначен Валентин Чахичин. Сергей Прокопьев, ранее возглавлявший аксусский завод ферросплавов, назначен вице-президентом по производству Косрома. Ерджи поддержала акцию Ель ТРГ Ель Басе. Ерджи передала порядка 11 тысяч продуктовых корзин нуждающимся казахстанцам, проживающим в регионах присутствия компаний в Карагадинской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях и города Шымкен. Продуктовые наборы были вручены семьям, оказавшимся в тяжелом материальном положении, воспитывающим детей с особыми потребностями и одиноким пенсионерам. Развивая других, развивая себя. По таким девизам прошло онлайн мероприятие «Мост поколений», где встретились наставники и будущие лидеры. В этом году «Мост поколений» впервые прошел онлайн. Более 500 участников со всех предприятий, 2 дня продуктивного общения, обмен опытом и мастер-классы. Карантин не стал помехой. Еще одна важная новость для самых творческих евразийцев. Мы продлили прием заявок до 15 мая на конкурс «Страна мастеров». Более подробную информацию вы можете узнать на портале и на странице Ерджи. Ну и как обещали в конце видео, викторин для тех, кто мечтает стать обладателем корпоративной продукции Ерджи. Первый вопрос. Сколько тонн алюминия произвели на КЭС с момента его основания? Второй вопрос. На какой глубине выполнена сбойка двух горных выработок шахты имени 10-летия независимости Казахстана? Ну и третий вопрос. Как называется мероприятие для наставников и будущих лидеров Ерджи? Кто в первых комментариях ответит на наши вопросы, получит от нас брендированную продукцию. Ну и самое важное. Нужно быть подписан на нашу страницу, поставить лайк этому видео. Всем пока!